С каждым годом выставка исторических миниатюр «Забытые сражения» становится все масштабнее. И причем не только географии участников, приехавших на этот раз из трех десятков российских городов, но и числом представленных ими работ. По словам организаторов, экспозиции моделей бронетехники, самолетов, кораблей и всеми любимых солдатиков уже насчитывает около тысячи экземпляров. Моделисты соревнуются между собой в трех возрастных категориях – детской, юношеской и взрослой. В категории, во-первых, это бронетехника. Опять же, бронетехника разделяется у нас до 1945 года, после 1945 года. Еще одно разделение – это по масштабам. Нынешняя выставка, по словам ее организаторов, приурочена к столетию Первой мировой войны и к 110-летию войны русско-японской. Однако на ней представлены работы не только исторические, но и в стиле очень популярного сейчас фэнтези. Кстати, на экспозиции некоторые модели, например, кораблей, оборудованы мотором и способны поучаствовать в соревнованиях по радиоуправляемому судомоделизму. Занятие же стендовым моделизмом, по словам участника выставки, довольно быстро из хобби превращается чуть ли не в дело всей жизни. Ведь, чтобы приготовить полноценную модель, необходимо не только хорошо разбираться в истории, но и иметь способности художника. Время уходит все, потому как это работа. Больше, конечно, времени уходит на поиск информации. Сейчас, сетуют рязанские моделисты со стажем, стендовый моделизм в областном центре развивается менее активно, чем в советское время. Пару лет назад активисты создали клуб «Долг». Пока в нем состоит около двух десятков человек, но периодически они проводят уроки моделизма в школах, чтобы привлечь ребят к занятиям. Это не просто какое-то хобби, это очень большой воспитательный процесс. Это и техническое творчество, это и инженерное творчество какое-то. Собирая модель, ребенок проходит путь как бы и инженера, который читает чертежи, и рабочего, который непосредственно собирает эту модель. Это и история он зацепляет. То есть здесь и трудовой аспект, и военно-патриотический, и исторический аспект. И не даром вот люди, которые занимаются моделизмом, они как бы многогранны, они развиты в очень многих областях. Добавим, что выставка исторических миниатюр «Забытые сражения» продлится в зале торгового центра «Десяточка» до 12 апреля.